Ребята, я сейчас смешаю грунт-эмаль по ржавчине. То есть, эта краска на растворителе, она является и грунтом, и эмалью. Два в одном. Молотковая. То есть, она вот такие кружочки будет оставлять. И смотрите, какой красивый цвет. Такой шоколадный, с перламутром. Значит, что они пишут, заявляют, фирма какая-то далее. Вот, на 0,75 на 9 квадратных метров. Три в одном. Молотковая. На ржавчину высыхает 2 часа, тексотропная, то есть, без капель. Она не будет стекать, вот, когда красишь. Вот, и срок службы 10 лет. Ну, я обычно крашу там, ну, год на 3 хотя бы хватает. Но это я еще не красила ни разу. Вот, она в районе 800 рублей, вот эта вот 0,75 литра. Ну, так, сравнительно, в общем-то, она не густая, нормальная. То, я однажды я неплохо размешала. Грунт был сверху, а вниз колер. А тут вот хорошо, она даже вот без меня хорошо размешана, однородная. Ну, сейчас вот кистью и валиком этот обелиск покрошу. Вот. Ну, давайте, ребята, еще потом с вами выйду на связь. Ребята, ну, дождик меня прогнал, не докрасила я ограду. Вот, две стороны почти покрасила, две еще осталось, памятник. Еще разок приду дедушку навестить. Ну, полбанночки краски у меня ушло 0,75. Хорошая эмаль, и лак там хороший, алкидный. Ну, вот, почти без запаха, вот это дали молотковая эмаль. Написано, что она и цветного металла, и чугуна, и для ржавейки. Хорошая, ребята, если что, покупайте хорошая красочка. Быстро сохнущая, нормально, меня устроило. Я в предыдущий раз красила другой, тоже какой-то советской, русской. Там запах был намного сильнее. Ну, так что вот, сейчас я покрасила, еду домой. Все, ребята, давайте всем удачи, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok